Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет один из героев фракции Магиворожденных, которого не так часто качают просто по персоналке, там по мебели, да, не говоря уже об этом. А также и по гравировке, друзья, это будет Баден. Ну вот игрок аккаунта Меро Веро предоставил свой аккаунт, где он качает очень плотно Магиворожденных. И тут не хватает только для коллекции кого? Торна, да, вот этого скелетика, который в принципе неплохо отыгрывает. Ну а где вы можете использовать такого Бадена? Правда он не прокачан на 9 из 9, но зато тут все как надо, в принципе для теста. Вот, в ПВП можно его местами использовать, его призраки очень могут карать. А с учетом того, что вы качаете гравировку на Е60, то каждые 15 секунд на 4 секунды его нельзя брать как цель в атаку, понимаете? Он просто будет стоять, вроде как там атаковать, но фантомы его будут делать грязное дело. Это ли не выживаемость данного героя? Может быть за счет этой пассивки и за счет 4 уровня и повышения характеристик от гравировки, которые там перемножаются с древним деревом, то возможно Баден будет хорош, а здесь у него просто увеличивается урон. В общем давайте посмотрим, в компании смысла нет, 35-2 он фармит, 402 против 439, это просто смех да и слезы. А вот в Башне Короля 560 можно посмотреть, 551, 402, разница сколько? 149 уровней. Но тут каст, тут лесники, тут будет похоронное бюро, я думаю, что он просто даже и не пройдет здесь. Давайте попробуем просто расковырять этот терновый кустик с помощью пачки Айнза. А вот следующую команду, где нет фракционного преимущества, как у лесников, может быть мы уже и пройдем. Но нет, тут как-то сложновато. Ну-ка, а если через Лукрецию? Лукреция-то у него есть, а Лукреции, друзья, у него нет. И от того, что он не качает Альбедо, страдает Айнз. А тем более Айнз у него не прокачан, это был наемник. Жесть. Не, ну тут точно, как бы, 150 примерно плюс уровней, даже Дэймон не проходит, помните, мы смотрели? Вот, предыдущий видеоролик. Ладно, ну а если заброшенный некрополь, 523, но здесь разница получается 100, ну, 121 уровень, куда не шло. И давайте посмотрим, что этот Баден сможет сделать. А тут тоже лесники, капец. Капец, ну, я хочу поставить сюда Одина. Может быть, даже Баден тут не Камильфо будет, здесь даже Изольт с Дэймоном, наверное, больше затащат. Но я хочу посмотреть, как работает это исчезновение вообще, сможет ли он это сделать. А то, может быть, его сейчас убьют. Ну что? Давай показывай, что ты могешь. Один там заставляет страдать Салису. Грыжа накидывает щиты, Баден живет в первой линии. Еще и в ПВП посмотрим. Ну, я пока что-то не увидел этого исчезновения, если честно. Как бы тут, в основном, наверное, больше тащит Один. С фарой, грыжей и Сайлосом. Ну-ка, подождите-ка. Может быть, я, конечно, сужу как-то очень плохо. Ну да, я пока что-то особо не заметил. То, что Баден что-то тут прям такого сверхъестественного делает. Окей. Ну, продолжаем дальше. Интересно же. Мне вообще как интересно посмотреть на этого героя. Но я точно его качать не буду. Баден я использую очень редко. Призраки. Эти призраки появляются. А, ну вот он. Вот он, видите? Он стал такой прозрачный. Видели? Он стал такой прозрачный. Типа, пропадает он из цели. И живет, да? Ну, 41 миллион. И опять Один впереди планеты всей. Ой, как странно, да? Почему же Один так тащит? Жесть. А тут Эйрон. Ну, давайте поменяем местами. Фару уберем. Поставим сюда Нару. Это какое-то просто пока недоумение. Но я увидел, как он становится вот этим прозрачным. Он, конечно, своими вот этими маленькими копиями отвлекает. Я ничего не могу сказать. Пока я вижу только явное преимущество одного героя. При помощи команды. Я думаю, что даже если вы его поставите, вы даже просто разницы-то особо не заметите. Понимаете, в чем прикол. Вот давайте мы просто его уберем. Поставим сюда Фару. Вот просто Фара стоит. Нафиг этот Баден, да? Вот стоит Фара. Там Сайлас подхиливает. Уровень команды противника не такой высокий. Проходить можно. В принципе, комфортное прохождение. И нахрена тогда этот Баден? Скажите мне, пожалуйста. Капец. Капец. Мне кажется, Фара даже больше эффективности добавил, как его вкач, чем этот Баден. Да, он даже урона больше нанес. И его призраки добавили еще дополнительный контроль. Алло. Куда? Зачем? Зачем Баден на Е60, друзья? Блин. Ну, я не знаю. Может быть, конечно, потом он там где-то раскроется. Хорошо. Арена героев. Есть достаточно известные команды с этим героем. Но там должна быть еще Изабелла. И, кстати, Изабелла тоже хочет прокачать на Е60. Так же, как и Изольда, как вариант. Вот. Давайте посмотрим на Баденово на арене. 39 место. Как-никак держит. У меня вот на серваке там вообще такая бешеная конкуренция. У него сколько тут? Он на 39. И у него не такой большой БРТ. 56. Ну, вот на 67. Давайте, ну, пойдем. Вот он сюда Бадена поставил. А тут Эйрон, да? И тут еще стоит... Ну, блин, тут лес, конечно. Это будет противно с ним драться-то с этим лесом. Ну-ка, Анара есть. А тут Лика и Эйрон, да? Они один хрен вытянут быстрее. Тут как ни крути, они вытянут быстрее. Ну-ка. Пошел-ка ты нафиг. Давайте найдем кого-нибудь другого. Вот 73. Тут Флора. Тут, короче, вот вся вот эта Байдень. Ну, тут нужен подхил. Подхил. И тут, наверное, мы все-таки поставим Сайлоса. Одиночную арену. Давайте посмотрим, почему бы и нет. 407 против 402. Вот он, Баден в действии. Ставим скорость Х2. На него залетает щит от Грежула. Щит разбивается. Баден вроде как живет, стоит, призывает призраков. Опять щит от Грежула. Щит спасает какое-то время, да? Грыжа живет, Баден живет. Копии пинает всех. Не, ну, в ПВП неплохо. При одинаковом уровне с противником плюс-минус. Ну, опять же, поставишь фару и ты не заметишь. Вот, вот он теперь стал нецелевым. Видите, он стал таким прозрачным. И чё? Там флора насыпало, а тут как бы Один с грыжей. В принципе, грыжа всех спасал. Один всем просто доставлял проблем. Короче, понятно все. На одиночной арене. Не знаю. Любая пачка этого Бадена раскарасит просто вообще под милую душу. Теперь здесь. 172 миллиона. Давайте найдем какого-нибудь вот. Ну, с киви, конечно. Ну, 411-й. Вот, 411-й. Тут стоит Баден. Он еще, кстати, Хочкина прокачал на плюс 39 из 9. Ух ты. Ну, тут Лурсан, Сава, Срован, да. Весь упор на Лукрецию. БР больше. Ну-ка, кто там вообще? Какие команды есть? Так, тут пачка у него будет через флору, Толену и Торан, да, с кельтуром и Теовин. Хорошая пачка. Но ее надо, знаете, куда поставить? Давайте мы ее поставим вот сюда. Пачку через, наверное, Бадена, грыжу поставим их Хочкином вот сюда. Против Мерлина, Сатраны, там где Толена и Дресс. А вот против Айнза как раз-таки поставим Одина. Блин, жалко, что у нее Один не прокачан. Я бы, наверное, Одина больше посмотрел бы с большей какой-то, ну, вероятностью и желанием. Хорошо. Тут Деймон и Золь, да, Сайлос и Один. Блин, Аталия есть? Аталия нет. Была бы Аталия, можно было бы поставить на против Айнза. И тогда бы там была, ну, как бы, такая существенная боль ему. Ну, все, погнали. Давайте посмотрим. Сейчас просто вот проклацаем, чтобы видео не затягивать. Я не вижу смысла очень долго Бадена тестировать. 0-3. Ну-кась, накась. Ну, тут вообще уничтожение Айнза. Тут даже и не поспоришь. А тут, вот тут интересно. Давайте посмотрим. Х2, Ходжкин, Сатрана, Толена. А, ну, там, конечно, этот, блин, конечно, Мерлин стоял напротив Бадена. Это не очень хорошо. Вот, Бадена уже нагнули. Хотя Бадена Е60 прокачан. Мне кажется, даже, наверное, Изабелла дала бы больше, чем этот Баден. Ну, серьезно, у Изабеллы там разгоняется скорость атаки. Она становится бешеной. Она и так-то вжаривает, как не в себя. Ну, в итоге, Сатрана, вы посмотрите, что сделала Сатрана под Толены. Она своими огоньками, конечно, просто прожгла душу всем героям могил. Капец. Я думаю, что Изабелла на Е60 бы всех здесь убила. Серьезно, ну, вот она бы всех уничтожила. Вы просто посмотрите на урон от Изабеллы, друзья. Вот где, как бы, кроется-то мощь. Изабелла Один, да? Мы понимаем, о чем идет речь. Я думаю, что многие будут качать Одина на Е60, это 100%. Сайлоса, грыжу я прокачал на Е30. Изабеллу, скорее всего, будет вот так же бустить на Е60. И если можно будет потом перекачать, я бы лучше вот этого Бадена перекачал бы в Изабеллу. Я думаю, что Изабелла даст намного больше. Даже, может быть, Тео Вин даст больше с культуром, чем этот Баден. Не, Баден меня разочаровал. Что не герой, то не такое ожидание, которое я хотел. То есть, я думал, что реально там этот нецелевой этот Баден что-то покажет. А по факту, ну, пустышка. Просто пустышка. Ну, пропадает он на 4 секунды. Но умрет он секунды раньше, секунды позже. Короче, лабуда. Бадена не советую к прокачке. Если мне кто-то что-то покажет, что этот Баден вытворяет еще жестче, чем я видел сейчас в этом видео. Окей. Я тогда извинюсь и скажу, я беру свои слова обратно. Но ожидание у меня еще хуже. Я ожидал от Деймона Е60, что он будет там вжаривать. А оказалось, что щит Деймона не настолько уж прям и жесток. Да, в некоторых режимах, когда уровень там плюс-минус не выше, чем у Деймона на 150, он показывает круто. Он могет. Но по факту, Деймон это чисто ПВЕ герой. А в ПВП, против известных паков, которые на арене используются, где стоят всякие Зафраэли, Заураты, Эйроны, Лики. Ничего этот Деймон сделать не сможет. Но экспедиция, другие режимы, да, он вам поможет. Так же, как и поможет, может быть, и Фара. Но надо-то качать героев, которые реально круто что-то показывают. Пока, пока вот я только вижу, что даже Изабелла будет лучше, чем Баден. В общем, друзья, вот так. Пишите, что вы думаете про Баден. Жду ребят, у кого есть прокачанная Тео Вин, Кильтур, Изабелла. Я очень хочу их посмотреть. Пожалуйста, напишите. Так же, передадите мне свои эмоции от этих героев. Потому что вы их используете чаще. Когда вы их качаете, вы их используете день, два, три, где-то в каких-то режимах. И вы замечаете больше тонкостей, чем я замечаю. Потому что я этого героя беру на какой-то короткий промежуток времени. А вы его используете ежедневно. Даже когда проходите, допустим, тот же самый лабиринт. Или когда деретесь очень часто в Королевской башне. Или в башне Магива Рожденных. Или еще где-то. Смотря о каком герое мы говорим. На этом все. Всем спасибо. Давайте завезем побольше лайков. Пишите, пишите, кого вы качаете. Ваши мысли. Что у вас происходит с учетом этой прокачки. Чтобы люди это видели. Люди это читали. И понимали. Стоит ли им двигаться в этом направлении. В прокачке этого героя. Давайте будем одной большой дружной АФК ареной семьей. Будет интересно. Я думаю всем эта информация будет только в плюс. Чтобы вы просто не прокачали какого-то героя. И потом не разочаровались. И просто так не бросили игру. Все, друзья. Давайте. До скорых встреч.